Всем привет! Этот день в истории. 20 ноября. 20 ноября 1985 года была выпущена Windows 1.0. Правда, окончательный релиз версии Windows 1.01 был днём позже, а именно 21 ноября, потому что у Windows 1.0 была серьёзная ошибка. Короче, это не столь важно. В общем, это была первая реальная попытка Microsoft создать графический пользовательский интерфейс в 16-битной архитектуре. Если сравнить с Mac OS, Windows не была самостоятельной операционной системой и являлась лишь графической надстройкой на DOS. Из-за этого многие пользователи по инерции продолжали пользоваться командной строкой для управления системой, хотя поддержка мышки в системе была. Кстати, коммерсы из Microsoft еще до выпуска объявили о розничных продажах этой операционной системы. Говорят, что объявленная стоимость была в районе 99 американских доллара. И к 1987 году было продано около полумиллиона копий этой операционной системы. Над этой операционной системой работали 24 программиста. И пишут, что они потратили на это около 110 тысячи часов. Это получается, если 110 тысяч часов разделить на 24, то получим 4583 часа работал каждый. А это, если мы возьмем обычный 8-часовый рабочий день, то получится 572 рабочих дня. Немало я вам скажу. Но нужно же еще учесть, что были люди, которые это все тестировали и все такое. 85% Windows было написано на языке C-Sharp. Буааа, шутка, нет. 85% было написано на языке C. Остальная часть, а именно критически важные части, были наколбашены на ассемблере. Поставлялась она на компакт-дисках. Да ладно, какие компакт-диски? Поставлялась она на дискетах. Что же входило в комплект поставки? Интересно же. Поставляемая вместе с системой программа в write, примерно соответствовала по функциональности программе Microsoft Word для Macintosh. И впервые на IBM PC позволяла работать с форматом файла Word, имеющим расширение .doc. Paint создан как аналог графического редактора из Macintosh. Также Windows содержала логические компьютерные игры, реверси, ну и там пару карточных игр, ну и различные утилиты. Имитирующие предметы, находящиеся, как правило, на обычном столе. Ну это там калькулятор, календарь, блокнот, также часы. Изначально минимальные системные требования для установки с 5-ти дюймовых дискет с Windows в общем были следующими. Процессор Intel 8086, 256 килобайт памяти и два диска для установки, один из которых должен был быть дисководом. А также операционная система MS-DOS 2 или более поздней версии. На момент запуска имелась поддержка работы в сети. Windows 1.0 поддерживала видеокарты стандартов GHC, CGA и EGA, но не полностью. Кстати, папка мелкософта, ой, сорян, Билл Гейтс изначально хотел назвать Windows не Windows, а Interface Manager. Но, наверное, ему кто-то подсказал, что название так себе и нужно что-то покруче. Ну и в завершении ролика посмотрите одноминутный ролик, в котором кореш Билла Гейтса, а именно Стив Балмер, он был генеральным директором мелкософта с января 2000 года по февраль 2014. Так вот, он на ролике рекламирует Венду. Неплохо получилось, я вам скажу. Ну что ж, а на этом вынужден сказать всем спасибо. Обязательно закиньте другу ссылку, эту, и заставьте его подписаться на этот канал, лайкнуть, ну и все такое. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok